Помните этот фильм? Он прекрасно отражает определенный образ консультанта. Консультант одет в дорогой костюм, у него дорогие часы, он путешествует по миру бизнес-классам, пьет джентоник в бизнес-лаунжах аэропортов, останавливается в хороших гостиницах, его встречают в аэропорту на дорогих машинах, ну и само собой он очень много зарабатывает. И знаете что, в этом образе не так уж много преувеличений. Успешные консультанты примерно так и живут. Кому-то такой стиль жизни кажется запредельной мечтой, уделом избранных. Но если вы поговорите с самими консультантами, то они вряд ли будут слишком восторгаться своим роскошным образом жизни, потому что у него есть изнанка, которую никто не видит за пределами индустрии. Но я сегодня расскажу вам о том, как этот образ жизни выглядит изнутри. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант с более чем 20-летним стажем, 12 из которых я провел в качестве регионального директора консалтинговой компании Институт Одизиса. Вместе с командой консультантов я внедрял изменения в компаниях от 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира, а еще автор этой книги «Методология Одесса. Реально под внедрение», которая вышла из издательства МИФ. Если вы интересуетесь темами бизнеса, бизнес-консалтинга, подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Начнем с того, что ты живешь между временными поясами. Если ты работаешь в международной консалтинговой компании, или просто у тебя клиенты находятся в разных временных поясах, ты фактически живешь между временем. Однажды я прилетел из Киева в Алматы проводить консалтинговую сессию. Зачастую все расходы на перелеты и проживание консультанта ложатся на принимающую сторону, то есть на клиента. В этом случае клиент взял билет на ночной рейс. Я вылетел примерно в 12 ночи и приземлился ранним утром. По-хорошему, следующий день должен стать днем адаптации. Но так не вышло в этот раз. Клиент назначил сессию на 9 утра. И вы, наверное, догадываетесь, что выспаться и отдохнуть в самолете вряд ли удалось. А вести сессию после бессонной ночи занятие так себе. И да, консультанты летают бизнес-классом только в двух случаях. Если это консультант экстра-класса, или если мы говорим о Голливуде. В странах и СНГ на моей практике бизнес-классом летал только сам доктор Адизис. А все остальные летали обычным экономом. Но ситуация Киев-Алма-Аты – это еще лайтовая версия. А что вы скажете про разницу Лос-Анджелес-Киев? Разница во времени 8 часов. Медицина нам говорит, что организм должен адаптироваться 1 день к 1 часу разницы во времени. То есть консультант должен прилететь и 8 дней адаптироваться, прежде чем приступить к работе. Вы догадываетесь, что это ситуация из области фантастики. Поэтому все консультанты возят с собой мелатонин и другие таблетки, чтобы справляться с этими нюансами. Хоть они помогают не всем. Неизвестный аспект номер 2 – длина сессий. Теоретически консультант должен начинать свою работу тогда, когда начинается рабочий день, скажем, в 10 утра, и заканчивать тогда, когда официально рабочий день заканчивается, ну, скажем, в 6 вечера. Но это только теоретически. В Институте Адизиса обучение консультанта начинается с прохождения курса по этике. И в этом курсе дается рекомендация. Консультант не может в 6 часов вечера прервать сессию и сложить свои вещи и исчезнуть. Это, мол, производит очень плохое впечатление на заказчика. Но одновременно консультант не должен позволять клиенту злоупотреблять своим рабочим временем и затягивать сессии. Но знаете, как это происходит на просторах СНГ? Более чем нормальной практикой является заканчивать сессию в 10 вечера, а потом идти на ужин с владельцем для предоставления ему обратной связи. Ты приезжаешь в гостиничный номер 12 ночи, ставишь будильник на 5 утра, потому что тебе нужно проработать результаты вчерашнего дня и подготовиться к следующей сессии. У нас сессии длились в среднем по 3 дня, следовательно, относительно свободное утро у тебя только после этой сессии. Да и то это зависит от расписания самолета. Зачастую вместо того, чтобы выспаться, ты просто просыпаешься опять же в 5 утра, просто чтобы успеть на самолет. Снова же в курсе по этике нам рекомендовали не работать больше 14 дней в месяц, если я правильно помню эту цифру. Но на деле ты всегда подстраиваешься под клиента. Следующее – это работа по выходным. Еще одной особенностью работы консультантов на просторах СНГ является работа по выходным. Почему? Да, все логично, заказчик не хочет отрывать сотрудника в будни от ежедневной рутины, поэтому самое частое расписание сессии – пятница, суббота, воскресенье. Но вы скажете, а в чем здесь проблема? Отработал на выходные, отдохни в будни. Это да, такое случается. Но есть, как говорят, один нюанс. Твоя семья, если такова есть, живет в другом ритме. В будни кто-то на работе, кто-то в школе. Они хотят видеть тебя и проводить время с тобой именно на выходных, а не только в будни. А тебя на выходных почти никогда нет. Фильм, на который я ссылался вначале, «Мне бы в небо», показывает еще и одну любопытную личную коллизию в жизни консультантов. Главные герои фильма, оба консультанты, встречаются в отеле, у них возникают отношения, и они согласовывают даты и места встречи, исходя из графика перелета. А когда один из них начинает относиться к этим отношениям серьезно, оказывается, что у другого есть вполне себе счастливая, ну как минимум внешне, семья. Извините за этот спойлер, если вы этот фильм не видели, в любом случае посмотрите, не пожалеете. Но проблема вот в чем. Если ты большую часть времени проводишь не просто вне семьи, а в других городах или странах, как это сказывается на ваших семейных отношениях? Думаю, вы догадались. Еще один момент, который не виден извне. Он, кстати, тоже отражен в этом фильме. Зачастую консультанта нанимают сделать ту работу, которую по тем иным причинам менеджмент компании делать не хочет сам. В фильме хорошим примером является тема увольнений. Главного героя нанимают, чтобы он уволнял людей. Лично я в реальной жизни с такими задачами не сталкивался, но почти всегда ты, начиная работу в компании, сталкиваешься с невероятным уровнем конфликтности. Эти конфликты резонируют по тебе, ведь твоя задача – работать в интересах компании, а не в интересах какой-то из противостоящих групп. Что автоматически приводит к тому, что для этой группы ты становишься врагом, и они во что бы то ни стало пытаются выжить тебя из компании, сделать так, чтобы твою работу оценили как можно ниже, а тебя побыстрее уволили. И это тоже, скажем так, стрессовая ситуация, с которой надо научиться жить. Не буду лукавить, иногда группа влияния, которая не заинтересована в том, чтобы компания менялась, тебя элементарно выживает из компании. И чтобы оправдать это, они еще и дают тебе соответствующую характеристику, что твоему руководству, что по рынку в целом. Таковы издержки профессии. Я нарисовал этот сюжет несколько мрачновато, когда консультант по сути не живет дома, мотается между временными поясами, сидя на таблетках, работает по выходным и так далее. И у вас может возникнуть закономерный вопрос, а ради чего все эти стрессы? Моя версия ответа такова. Деньги. Когда ты зарабатываешь в 5, а иногда в 10, а иногда даже в 20 раз больше, чем менеджер на рынке, которого ты консультируешь, в среднем, конечно. Мотив слишком силен. Вопрос, можно ли иначе. Пока этот вопрос остается открытым. Возможно, я когда-нибудь вернусь к нему в следующих сюжетах. А вы как смотрите на эту ситуацию, друзья? Если бы у вас был выбор зарабатывать 20 раз больше, чем сейчас, ну, со всеми вот этими особенностями, вы бы пошли на это? Напишите мне в комментариях, будет интересно прочесть. Ну и, друзья, если вам интересно обсудить со мной развитие вашего бизнеса, вашей карьеры, или если вы размышляете о карьере бизнес-консультанта, вы можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании. Обещаю, это общение избавит вас от вредных иллюзий и поможет найти именно то решение, которое вы ищете сейчас. Кроме того, у меня есть программа наставничества для тех, кто хочет уйти из найма в бизнес-консалтинг. Ссылка на нее тоже есть в описании под видео. А если вам понравился этот сюжет, наградите его лайком. А чтобы получать уведомления о новых, еще более интересных и полезных видео на этом канале, кликните на кнопку подписаться и на колокольчик. А по этому QR-коду можете присоединиться к телеграм-каналу «Карьера в бизнес-консалтинге». В этом канале мы обсуждаем самые горячие тренды в бизнес-консалтинге, но главное, как без лишних стрессов уйти из найма в бизнес-консалтинг. Прежде чем попрощаться, рекомендую вам посмотреть вот это видео о том, как быстро получить первых клиентов на консалтинг. Ну, относительно быстро. Продолжение следует...